Приветствую вас дорогие друзья, с вами Алексеон Жекразилав и как я обещал запишу свое мнение о прохождении игры Ведьмак 3 Дикая Охота в отдельном видео. Ну что ребят, давайте начну сначала. Если честно, еще если посмотреть первый эпизод, я очень скептически относился проходить эту игру или нет, потому что я проходил первого Ведьмака, лицензионку, там было очень много багов, там нужны были тонны патчи, чтобы даже основные квесты пройти. То есть там даже основную кампанию нельзя было пройти. Я уже промолчу про дополнительные какие-то квесты. Я очень, скажем так, разозлился на разработчиков и второй у Ведьмака по этому поводу не проходил. То, что я посчитал, вроде как, ну что за шарашки на контору выпускать лицензионную игру с таким количеством багов. Там надо было тонны гигабайт докачивать, чтобы спокойно поиграть в первую часть. Тем не менее, я занялся за прохождением третьей части и нисколько не пожалел. Ведьмак 3 это определенно огромный скачок, шажок, прыжок, я даже не знаю, по сравнению с первой частью. Во вторую не играл, поэтому ничего не могу сказать. Мне очень сильно понравилось, очень понравилась нелинейность. Мне понравилось, что у нас есть какие-то варианты выбора, что выбор меняется. Да, возможно, было бы здорово, если бы нелинейности было бы еще больше. То есть, допустим, я в какое-то время отказал Трис, а потом уже не смог с ней замутить по новой. Хотелось бы, допустим, чтобы, если я какое-то решение принял, то потом мог бы это все переиграть, допустим. Это первый момент. Из недостатков Ведьмака 3, что я могу отметить? Ну, разве что, не хватает оптимизации. Но я думаю, это с патчами все поправится. То есть, это такие моменты мелкие, можно так сказать, которые патчами правятся, если разработчики того захотят. Оптимизации не хватает. Не хватает физики. Иногда там коняга проваливается в текстуры. Иногда там, вот то, что можно прыгнуть с большой высоты на коне, и тебе ничего за это не будет. Иногда вот Геральт может высоко запрыгнуть, там на объекты интерактивные. Иногда он на метровую высоту не может запрыгнуть, скатывается. То есть, хочется, либо ты запрыгиваешь везде на эту высоту, да, то есть, либо ты не прыгаешь на эту высоту нигде. То есть, если в Ассасингрид он может залазить на какое-нибудь здание, то он везде может, на любые разные здания залазить. А тут, получается, где-то он может запрыгивать высоко, а где-то вот нельзя игрой, не предусмотрено это, он не может. То есть, сделали, либо ты вообще нигде не можешь, либо ты, если и можешь запрыгивать, то везде тогда уже. Потому что хочешь добраться до какого-то вопроса, а банально метровую высоту там даже меньше перепрыгнуть не можешь. Он скатывается и все. Вот такой вот момент. Я не знаю, но это в патчах, возможно, и починят. Тем более, что, насколько я знаю, анонсировано дополнение для Ведьмака. Но я в любом случае буду ждать пиратку, потому что лицухи у меня нет у Ведьмака и желания покупать нет. Не потому что игра плохая, а потому что реально очень дорого. А у нас на подходе еще Fallout, который надо лицуху брать. И что там еще? StarCraft. Это в районе всего будет пяти косарей, наверное, эти две игры. Потому что очень дорого. Сейчас игры стоят вот такие хорошие, добротные, скажем так, почти уже как на плойке. Почти как на плойке. Чуть дешевле, разве что. В общем, игра определенно очень сильно мне понравилась. Я не могу подобрать эпитетов, которые описывают, скажем так, интерес к этой игре. Да, может быть, в каких-то моментах она нудная в плане открывания вопросов. Может быть, смотреть это было не так интересно, возможно. Но, тем не менее, я никакой нудности не испытал, открывая даже те же самые вопросы, выполняя те же самые дополнительные квесты. Потому что я знаю, что один вопрос, допустим, мы там откроем какой-нибудь лут, он нам, допустим, не апает. Другой вопрос откроешь, а там уже апающие шмотки. И, то есть, вот такая есть долька, скажем так, азарта, что ли. Хочется открывать, открывать, открывать вот эти вопросы, чтобы найти те шмотки, которые у вас апают. И в дальнейшем помогут вам легко проходить те же самые дополнительные квесты или основные квесты. Безусловно, мы часть вопросов не открыли, часть дополнительных квестов не выполнили. Но большую часть, в принципе, мы этого сделали. То есть, где-то, ну, я процента соотношения не буду говорить, но очень мало квестов у нас было под завершение игры, которые можно было выполнить. Так же, как и вопросов. Разве что на Скеллиге там немного вопросов. И на островной части лишь парочку, там, два или три вопроса оставалось, которые я просто банально не знал, как до них добраться. Вот, вот такой вот момент. Ну что, ребят, я думаю, что можно, в принципе, уже и завершать этот кусочек видео о мнении об Ведьмаке. Пишите в комментариях свое мнение о видео, в принципе, о игре. Что вам понравилось, что вам не понравилось о Ведьмаке. Что в видосах понравилось, что не понравилось. В общем, если есть желание, пишите обязательно, поддерживайте канал, ставьте лайки. Ну что, ребят, все, завершаем. С вами был Алексей, он же Кразилайф. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйте, общайтесь. Вступайте в группу ВКонтакте, в Твиттере. Всем хорошего, позитива, удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok